итак перед нами котел федерико bugatti 24 эко то есть я хочу показать как необходимо будет пользователю пользоваться этим котлом то есть собственно говоря вообще конструкция панели управления очень простая она имеет два регулятора панели управления регулятор контура гвс и регулятор контур системы отопления обратите внимание очень часто не замечая здесь кнопочка сброса неисправности и дисплей чтобы включить котел достаточно повернуть регулятор я допустим хочу включить горячую воду я у меня сейчас лето мне не нужно отопление нужно только горячая вода я из положения off крутя регулятор контуры горячей воды могу выставить себе желаемую температуру допустим я хочу чтобы в контуре горячего снабжения у меня было 43 градуса и в этом случае когда я открою кран водоразбор горячей воды котел начнет мне выдавать горячую воду с температурой 43 градуса я в данный момент не хочу греть горячую воду у меня сейчас я в этой квартире не проживаю она у меня тут не сделан ремонт и я хочу чтобы он не грел только контур системы отопления тогда я могу выключить регулятор контур горячей воды поставить на офф обратите внимание дисплейчик котла поток то есть котел не работает и начинаю крутить регулятор контур системы отопления вот кручу его и смотрите температуру я сразу вставляю температуру я могу стать на максимум до 85 градусов так вот контур системы гвс мы можем выставить от плюс 30 до плюс 57 при особых условиях до плюс 63 контур системы отопления температура уставляется от плюс 35 до плюс 85 градусов в радиаторах так вот если я поверну регулятор контур гвс и в этом случае у меня будет уже критик и горячую воду и контур отопитель кнопка сброса неисправности когда она вам нужна сейчас я котел включил но у меня произошла некая аварийная ситуация допустим случайно как-то так произошло у нас перекрыли газ перекрыли газ котел сразу же вид что газ у него закончился вот температура теплоносителя начала сразу падать он выключился сейчас если мы прислушаемся мы слышим что он делает попытки розжига он сделал три попытки розжига а после этого на выдаст неисправность о том то что газа нет как я горит могу работать на это наблюдаем как это произойдет сейчас он делает попытки розжига но разжечь не может потому что закрыт газ экран еще одна попытка розжига если слышно и вот у нас произошла ошибка пользователь не знает что это за ошибка и что произошло котел выдал нам надпись пресет то есть перезагрузить и показывает гаечный ключ он начинает моржать и дисплей постоянно будет светиться у обычного рядового пользователя возникает паника как так что делать сразу звонит сервисный центр но сервисный центр вам ничто не может сразу сходу сказать что же все таки с котлом произошло нужно назвать код ошибки как мы его можем увидеть этот код ошибки мы должны нажать на кнопку с буковкой r reset и держать не просто нажать а надо нажать и удерживать когда мы удерживаем мы видим код неисправности который возникло на данном котле bc это называется потеря пламени газа не было он пламени потерял отпустил я кнопку котел считает что я его перезапустил и начал произойти попытки розжига дадим ему газ я открыл газовый экран и у нас появилась индикация о том то что котел вышел в нормальный режим работы так вот и я хочу отметить это очень важно то есть когда у вас высказывает какая-то неисправность котел вам и не покажет чтоб ее увидеть необходимо нажать на кнопку сброса неисправности и удерживаться в этом случае в действии на экране дисплея высветится ошибка которая сейчас произошла на данном котле все Продолжение следует...